В редакцию Улправда ТВ обратились жители Куликовки. Их буквально терроризирует банда бродячих собак. Пожирают хозяйских кошек, отнимают сумки с продуктами, нападают на прохожих. Сейчас принято жалеть и кормить бродячих животных. Считается, что существенной опасности они не представляют. Мы выехали на место, чтобы разобраться в ситуации, так ли уж страшны эти собаки. Для жителей Куликовки бродячие собаки вводят комендантский час с пяти вечера и до восьми-девяти утра. Они выходят из оврага в поисках еды и нападают не только на детей, но даже и на взрослых. Буквально за несколько минут нам рассказали пару десятков историй про банду из восьми-двенадцати собак, которые охотятся на все живое. Охотятся на хозяйских кошек, пытаются отобрать сумки с продуктами у жителей, бросаются на прохожих. Это не собачья стая, это настоящая разбойничья ватага, промышляющая грабежом и убийствами невинных кошек. Людей только кусали, жертв пока нет. Но жители уверены, такое может случиться. Жители обращаются, что собаки бегают. Это действительно так? Да. То есть опасность есть какая-то? Вон на нее набрасывались. Мне вроде как везло пока еще. Ну, я из окна на них наблюдаю. Много собак? Штук десять, да? Восьми. А большие вообще, маленькие? Да-да, я тут сделала скрин вон с камеры, фотографию. Большие, лошади. Потерпевшие от нападений четвероногих бандитов уже знают, в какие часы ходить небезопасно. Поэтому стараются успевать до выхода шайки из своей малины. Все отмечают, работают умные животные слаженно. Если кошка, то кто-то гонит, кто-то бросается на перерез. Едят по силе и старшинству. Дискавери жителям не нужен. Одичавшая природа прямо за окном. Проблема в том, что иногда все же приходится выходить на улицу. Скажите, на вас нападали собаки? Да, один раз напали. Вот позавчера я шла на работу, 15 минут 7 утром. Одна собака вон там набросилась. Вон там, где перелог Новикова начинается, там напала, да. Хорошо, что там мужик вышел, и стая собак не было. Я прямо успевались. Вот этот мужик закричал, а она собака убежала. Власти говорят, что собаки хозяйские. Но тогда, значит, санкции нужно применять хозяевам. Зачем оставлять один на один с проблемой жителей и собак? Противостояние накаляется. Если власти и защитники животных ничего не сделают, то тогда люди начнут избавляться от собак. И появятся новости о жестоком обращении злых людей с животными. И никому не будет интересно, что люди вынуждены защищаться. Есть такое дело. На меня не нападали, но я видел, что в последнее время собаки стаи ходят по всей Куликовке. Люди обращались в разные инстанции, в том числе и к своему депутату. Но закон есть закон. Собак истреблять нельзя, а отловы ничего не дают. Содержать в приюте не позволяют финансы. Собак стерилизованных выпускают. Считается, что после стерилизации они теряют агрессивность. Но это спорный вопрос. Представьте, вы идете из магазина с колбасой в пакете. А навстречу вам большая стерилизованная голодная собака. Как вы думаете, поможет ли стерилизация в данном случае? Эти покусы происходят в большей части за счет именно хозяйских собак. Мы это можем доказать, аргументированно. А удар принимают в том числе и бездомные. Это неправильно. Поэтому надо ужесточить. Внести изменения либо в 4 звезды 8, либо в административный кодекс. Это дело юристов. Но нужно жестко навести порядок по регистрации животных, по самовыгулу, по их стерилизации, по их вакцинации. За этим нужно действительно какой-то порядок, потому что на сегодняшний день порядка нет. Недавно в Ульяновской области открылась цифровая платформа ветеринарии по учету, идентификации животных и эпизоотической отчетности. Эта площадка призвана привести в порядок отношения человека с одичавшей природой. В зоне внимания прежде всего бродячие животные. По законам Российской Федерации, теперь бездомных кошек и собак не отстреливают и не усыпляют. Теперь их помещают в приюты, вакцинируют и выпускают. Наличие цифровой платформы не решает проблемы. Наверное, потому что собаки на улице, а платформа в интернете. Добрые старушки помогают животным выжить. Кормят их, устраивают им жилища. Как их забота отражается на жизнь других людей, их не заботит. Мы на вас посмотрим. А зачем на меня смотреть? Ну, пошел ты на это. Тотографируешься, фотографируешься. Конечно. Мы вырезали самые приличные места из гневной тирады пенсионерки, которая ругала автора видео за то, что он не позволил под своим балконом устроить псарню. Приславший нам видео, мужчина признался, что ему и самому жаль бродячих животных. Но его шестилетняя дочка пугается и просыпается ночью от собачьего лая. Поэтому он не позволил пожилой женщине быть доброй за его счет. Кстати, благодетельница живет в соседнем доме. Но почему-то устраивать псарню на своей территории не готова. С нашего дома. Нет, я с другого дома. Почему? Какая разница, с какого я дома? Ну, забирайте ее себе. Да я могу прийти с любого дома. Тихо, тихо, не ругай. Так, тихо. Под этот балкон не надо, потому что мы там все убрали, коробку выкинули мы. Мы приехали по адресу, указанному автором видео. Мы нашли самопальный собачий питомник, устроенный женщиной, которая не хочет приучать собак к своему дому, а гадит в прямом смысле соседям. Днем собаки греются на люке теплотрассы. На этот же люк сердобольные горожане вываливают помои. В ход идет все, даже картофельные очистки. Собаки их не едят. Но лежать им приходится прямо в маленькой импровизированной помойке. Дизайн от любителей животных с улицы Кролюницкого. Ночная собачья резиденция теперь под соседним балконом. Доброхоты пытаются для собак организовать вот такие жилища под балконами рядовых горожан. Собаки ночью лают вокруг загаженная территория. Кто будет убирать все это? Доброхоты не выходят на субботники. Они просто кормят собачек. Они проявляют свою доброту. А то, что жители не могут выпустить во двор ребенка, это их совершенно не волнует. Более того, пожилая женщина уверена, дворы и улицы для собак. Детям и квартир хватит. Улица Ульяновска для собак. Заявляет она об этом прямо. Это большая. Маленькие дети у тебя в квартире, а не на улице. Они на улице ходят. Маленькие дети в квартире, а собаки на улице. А улица – это улица. Это место общего пользования. Вот заберяйте их себе. Да, и отмостки тоже. Нет. И не надо оскотиниваться. Никто не оскотинивается. Да уже оскотинился. Никто не оскотинивается. Да, живодер. Позиция доморощенных зоозащитников прозрачна и понятна. Сиди в квартире, слушай вой и лай под окном и не вякай. Городское благоустройство и двор твоего дома не для тебя. Для собак. О каком-то сохранении порядка речь не идет. Кости, мясо, каша, фекалии и желтый снег за окном – атрибуты доброты и любви к природе. Так для кого же городские улицы? Из сделанного чиновниками предложены поправки в закон, сформирована цифровая платформа, посвященная животным. Пока идет рассмотрение, пока поправки будут приняты, пройдет время. И еще сотни людей будут покусаны. Да и не в этом дело. Дело в том, что приюты для животных с работой не справляются. И взгляд на ситуацию из кабинета отличается от взгляда прохожего или от взгляда голодной собаки. Скоро весна, у собак начнется гон. Нестерилизованные особи станут гораздо агрессивнее. Да и еды для них не прибавится. Неужели Ульяновск войдет в перечень городов, в которых есть жертвы нападений собачьих стай? Или в список тех, где появились докхантеры-живодеры? Есть ли решение проблемы? Наверное. Но пока его никто не предложил. Жителям остается только бить в разрешенные законом колокола. Звонить депутатам своих округов, разрывать звонками телефоны районной и городской администрации. Будем надеяться, что это поможет. Павел Половов, Александр Никитина, Юрий Конихин, Юрий Ломатов, Даниил Сурков. Специально для Управда ТВ.